Здравствуйте, дорогие зрители! Это гороскоп для знака зодиака Лев на период с 12 по 14 ноября 2023 года. Луна окажется в вашем четвертом доме гороскопа. В эти дни вас словно потянет в свой родной дом, там где вы родились и провели свое детство. Вам захочется немного поностальгировать и вспомнить былые времена, либо же посетить интересные места, до боли вам знакомые. Вы словно захотите отключиться от всех бытовых проблем и ситуаций, которые сейчас вас нагружают, и словно окунуться в прошлое, почувствовать себя немного счастливее. Возможно, в эти дни поотнимутся темы касательно недвижимости. Может, кто-то из вас захочет взять ипотеку, либо уже рассматривает некоторые варианты, либо захочет сдать свою квартиру в аренду, либо приобрести часть дома. Также возможны общения на тему переездов, либо с вашей второй половинкой, либо в одиночку львы захотят поменять локацию, либо на время, либо навсегда. Возможны встречи и общения с родными, с близкими, особенно с женской частью вашей семьи. Это может быть мама, бабушка, тетя или сестра. Львам также захочется в эти дни почувствовать заботу к себе, поэтому некоторые из вас будут бить в колокола и требовать внимания. Возможно, кто-то вас пригласит в гости на какое-то мероприятие или праздник. Это может быть день рождения, свадьба, юбилей, или просто домашние посиделки за чашкой чая или за настольными играми. 13 ноября состоится новолуние в знаке зодиака Скорпион. Это время влияет на всех людей по-своему, но для львов будет повышенная эмоциональная нагрузка. Вам может показаться, что все и вся против вас, и поэтому вы можете нарубить дров на горячую голову. Будьте, пожалуйста, поспокойнее, львы. Любая критика или замечание в ваш адрес может словно сбить вас с ног. В момент новолуния вы будете более уязвимы, поэтому следите за своей личной границей более четко. Старайтесь защищать свои права и выполнять все свои обязанности. Ну а если человек все-таки вас будет доставать, подумайте, кто он и как он может повлиять на ваше настроение. В период этого новолуния не стоит выяснять отношения, заводить конфликты на работе или дома, либо вовлекаться в чужие споры. Также не следует делать дорогие покупки, лучше их перенести на следующую неделю. И начинать также новые проекты. Если вас куда-то позвали на подработку, либо вы хотите что-то открыть, даже свой бизнес, то лучше снова отложить на другую часть месяца. Дорогие львы, я желаю вам, чтобы вы почувствовали себя в заботе, в любви и в безопасности. Вы этого достойны, как никто другой. Спасибо большое всем за просмотр. Пожалуйста, ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. Впереди нас ждет много интересного. Всем до свидания.